Ой, какой ты недалёкий! Чувак! Недалёкий человек – это человек примитивный и глуповатый. Ой, какой ты недалёкий! Чувак! Всем на всё начхать! Если человеку на что-то начхать, то ему нет до этого дела. Ему всё равно. Всем на всё начхать! Шпион, ясное дело. Прикидываешься? Вовсе нет, государыня. Если кто-то прикидывается, то он делает вид, что он не такой, какой он есть на самом деле, в реальности. Шпион, ясное дело. Прикидываешься? Вовсе нет, государыня. А они мне нужны, как собаки пятая. Если мы говорим, что нам что-то нужно, как собаки пятая нога, то нам это абсолютно не нужно. А они мне нужны, как собаки пятая. Ребёнок-то у меня здесь тоже незаконно живёт. Просто я комендант. И администрация смотрит сквозь пальцы. Смотреть сквозь пальцы – значит делать вид, что не замечаешь что-то нехорошее. Специально не обращать внимания. Ребёнок-то у меня здесь тоже незаконно живёт. Просто я комендант. И администрация смотрит сквозь пальцы. Закрой глаза. Ещё чего? Ещё чего? Это такое резкое, недовольное и грубое «нет». Закрой глаза. Ещё чего? Если кто-то рубит с плеча, то он говорит прямо и резко то, что думает. Его совсем не волнует чувство собеседника. Я привык рубить с плеча. Я привык к свободе. Вот так. А вы говорите. Лапшу мне на уши вешаете. Анна Павловна была женщиной жизнестойкой, потому что могла рассчитывать только на себя. Анна Павловна была женщиной жизнестойкой, потому что могла рассчитывать только на себя. Там дел не в проворот. Не в проворот – это очень-очень много, когда мы говорим о работе, о делах, о проблемах. Там дел не в проворот. Помнишь, Стасова у Филатова в машине рассказывала о начальниках нечистых на руку? Так вот. Нечистый на руку человек – это продажный, коррумпированный человек. Тот, кто берет взятки. Помнишь, Стасова у Филатова в машине рассказывала о начальниках нечистых на руку? Так вот. Нет. Спасибо вам, так сказать, за хорошие слова. Не люблю я, да и нельзя нам. Сухой закон. Сухой закон – это значит, что алкоголь пить запрещено. Нет. Спасибо вам, так сказать, за хорошие слова. Не люблю я, да и нельзя нам. Сухой закон. А как же любовь? Ну, бывает, обстоятельства поджимают. Не до того. Мы говорим, что обстоятельства поджимают, когда нужно сделать что-то срочно, быстро, когда жизнь заставляет сделать что-то быстро. Так как же любовь? Ну, бывает, обстоятельства поджимают. Не до того. Это что же, вы делаете мне предложение? Нет. Делать кому-то предложение – это значит предлагать выйти замуж, предлагать пожениться. Это что же, вы делаете мне предложение? Нет. Брать взаймы – это значит брать у кого-нибудь деньги в долг. Мы еще говорим одалживать. Избитая фраза – это клише. Фраза, которую очень часто повторяли, и в результате она уже почти потеряла смысл. Если человеку что-то досталось на блюдечке, это значит, человек не должен был работать, трудиться, чтобы получить это. Где тебя носит, могут сказать человеку, с которым договаривались о встрече. Долго ждут его, ждут, а его все нет и нет. Или долго ждали, ждали, а он опоздал. Где тебя носит, могут сказать человеку, с которым договаривались о встрече. Все, Сережа, твой поезд ушел. Если чей-то поезд ушел, это значит, что у человека был шанс. Но теперь этого шанса уже нет, к сожалению. Все, Сережа, твой поезд ушел. Я тебя обманывал, но ненарочно. Я и себя обманывал. Если человек говорит, что он сделал что-то ненарочно, это значит, что он не хотел этого делать. Он сделал это не специально, случайно. Я тебя обманывал, но ненарочно. Я и себя обманывал. Заначка. На случай проигрыша в казино. Заначка – это деньги, которые человек сохранил, обычно спрятал, чтобы использовать потом, в будущем. Говорят, еще заначка на черный день. Заначка. На случай проигрыша в казино. Характер-то взбалмошный, без руля и без ватрина. Если человек взбалмошный или у человека взбалмошный характер, то мы никогда не знаем, что он может сделать. Это неуравновешенный человек. С такими людьми обычно очень трудно. Характер-то взбалмошный, без руля и без ватрина. Он писатель. И в Москве проездом. Если мы где-то проездом, то мы не останавливаемся в этом месте надолго. Мы только проезжаем через это место. Он писатель. И в Москве проездом. Вы что, спятили? Да вы тоже хороши. Вы спятили? Значит, вы сошли с ума. Вы ненормальный, вы сумасшедший. Вы что, спятили? Да вы тоже хороши. Женя не из лёгких. Но будем надеяться, что тучи развеются. Тучи развеются. Это значит, что сейчас ситуация не очень хорошая и не очень понятная. Но потом всё снова будет хорошо. Женя не из лёгких. Но будем надеяться, что тучи развеются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова